Сейчас все больше становится реальностью. Если мы посмотрим на пенсионеров в Европе и в Америке, то они выглядят гораздо более молодо, чем российские пенсионеры. Почему? Потому что в тех странах практически всем прописывают гормонально-заместительную терапию. И организм пожилого человека может получить дозу гормонов молодого человека и частично скомпенсировать старение, и частично перестроиться. И это тоже можно будет лечить. И частично стать более молодым и здоровым. Огромное количество людей страдает от болезни Альцгеймера, от других возрастных патологий. Но все эти болезни могут быть вылечены. У нас будет два докладчика, которые расскажут о технологии кривосохранения человека. Что можно сделать с людьми, которые уже сейчас погибают, и которым не может помочь медицина, но сможет помочь медицина будущего. Но прежде чем мы заговорим об этом, я бы хотел, чтобы про борьбу со старением и про геронтологию рассказал более подробно человек, который стоял, можно сказать, почти у истоков науки геронтологии. Которая возникла в Советском Союзе, и которую создавали наши ученые в Москве, в Киеве. Я хочу представить вам Владимира Федоровича Пряхина. Владимир Федорович, вам слово. Спасибо, Данила. Ты очень правильно сказал, что современная наука уже находится на подступах к познанию тайн регулирования старения. Но пока еще эта тайна не раскрыта, и я чувствую, как я постарел за последние 32 года. А 32 года тому назад, 8 декабря 1980 года, в лаборатории искусственного увеличения видовых пределов человеческой жизни, под руководством подвижника русской науки, имя которого не подлежит забвению, Льва Владимирович Комарова, и под патронажем академика Николая Петровича Дубинина, был проведен симпозиум по ИПРОЖ искусственному увеличению видовой продолжительности жизни людей, на котором мне выпала честь участвовать. Очень много воды утекло с того времени. Изменилась наша Москва, извинилась наша страна, наши люди. Произошли глобальные изменения и политические катаклизмы во всем мире. Нас уже не называют утопистами. Да и как называть нас утопистами, если увеличение видовой продолжительности жизни, «Бессмертие», названо в качестве вполне осуществимых реальных проектов, такими людьми, как президент Соединенных Штатов Билл Клинтон, как римский папа Бенетикт XVI, как основоположник кибернетики Норбенд Виннер и очень многими другими людьми, которых ни у кого не повернется язык назвать шарлатанами или утопистами. Но есть один момент, который меня настораживает и, скажу прямо, беспокоит. С точки зрения философской, с точки зрения осмысления социального этой проблемы, мы тогда были ближе к истине. Тогда, в декабре 80-го года, на упомянутом симпозиуме, была сформулирована идея о том, что речь идет не просто о какой-то частной, медицинской, геронтологической или биологической проблеме. Речь идет о формировании нового носителя разумной жизни, субстрата новой формы движения материи. Сейчас, к сожалению, мы идем в стороны, мы разбрасываемся, мы технизируем проблему. А все беды нашего времени заключаются от того, что мы технизируем проблемы, не осмысливая их, не познавая до конца социальных, этических, конфессиональных, религиозных, гендерных последствий того, что мы творим. Поэтому к проблеме искусственного увеличения видовой продолжительности жизни необходимо подходить комплексно, необходимо подходить системно, привлекая к этому делу специалистов всех отраслей знаний, в том числе и философов. К сожалению, речь не идет о том, что хотим мы или не хотим бессмертия, будем мы это делать или не будем это делать. Это настоятельное веление времени. Философ Карл Ясперс еще на заре исследований в этой области сказал, у нас одна альтернатива, либо погибнуть, либо преобразовать человека, создать нового человека. Гомо сапиенс должен стать гомо-иммортали, человеком бессмертным. Я, поскольку занимаюсь не один десяток лет этими вопросами, и тогда, когда не было возможности говорить открыто на эту тему, в отличие от сегодняшнего дня, когда мы собрались здесь, в центре Москвы, чтобы сказать об этом, я писал стихи, в том числе и поэму о человеке бессмертном, и там, в форме диалога, спрашивают у Бога человек, чем он отличается от бессмертного человека. И ответ был такой, твой вопрос и ответ завинчен. Бессмертный от смертного больше отличен, чем гомо сапиенс от Орангутанга. Это качественный скачок, и группа энтузиастов не поднимет эту тему. Тут необходима целенаправленная система, государственная программа перспективы человека. Она даст, первое, выход на самые передовые технологии, во всех без исключения отраслях знаний, и, во-вторых, она даст возможность создания новой, современной идеологии, базирующейся на достижениях науки и техники. Это то, чего так не хватает сейчас России, и это не хватает всему миру, погрязшему в идеологии потребительства. Спасибо. Что-то немного музыки.